Энергия — это способность кого-либо или чего-либо совершать некоторое возможное для него количество работы. Природа даёт нам различные виды энергии, и вся эта энергия так или иначе работает на человека. Энергия животного, человека и машины определяется величиной работы, которую они могут совершить. Человек может перенести на большое расстояние гораздо меньший груз, чем осёл, а автомобиль может перевести более тяжёлый груз, чем осёл. Значит, человек, осёл и автомобиль обладают разной энергией. Единица измерения энергии является 1 джоуль. Джоуль — это единица энергии, работы и количества теплоты, используемая в системе измерений. Названа по имени английского физика Джеймса Прескотта-Джоуля, английского физика. 1 джоуль — это такая энергия, которая позволяет разогнать тело массой 1 кг до скорости 1 м в секунду на участке длиной 1 м. Камень массой 100 г, брошенный со скоростью около 25 м в секунду, обладает меньшей энергией, чем пуля массой 9 г, вылетающая из ствола пистолета со скоростью 500 м в секунду. Энергия пули в этом случае в 800 раз больше энергии камня. Человек часто пользуется электрической энергией. Существуют профессии электрик и инженер-электрик. Электрики работают на разных предприятиях и обслуживают электрооборудование. Эта профессия имеет множество специальностей — электромонтажник, электромеханик, электромонтер, техник-электрик, электрослесарь, электросветитель, электросварщик и другие. В обязанности инженера-электрика входит проектирование, наладка, монтаж и эксплуатация промышленного электрооборудования, силовых преобразовательных устройств и электронных систем управления. Рассматривая энергию как объект технологии, надо учитывать ее виды и сайты. Механическая энергия, энергия волн, энергия магнитного поля, электрическая энергия, электромагнитная энергия, ядерная энергия, термоядерная энергия, химическая энергия. Виды и свойства энергии изучает наука физика. Механическая энергия определяет способность тела совершать механическую работу. Например, что-то поднять, переместить, разрезать, согнуть, построить и так далее. Механическая энергия подразделяется на кинетическую и потенциальную. Кинетическая энергия — это энергия движущегося тела. Чем больше скорость тела и его масса, тем больше кинетическая энергия. Движение может быть поступательным, как у брошенного камня или движущегося автомобиля, и вращательным, как у волчка или юлы. Количество кинетической энергии тем больше, чем больше его масса и скорость. Тонкая струя воды с частичками песка, движущаяся со скоростью более 1200 метров в секунду, может резать сталь толщиной до 10 сантиметров. Потенциальная энергия — это энергия неподвижного тела. Этой энергией обладают, например, поплавок, погруженный в воду, часовая пружина, натянутая тетива лука, сжатый газ, разогретый до высокой температуры водяной пар, готовый вырваться наружу. Чем больше масса тела и чем выше оно поднято над поверхностью Земли, тем больше потенциальной энергии оно обладает. Кинетическая и потенциальная энергии тела могут переходить одна в другую.